МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы на следующей неделе пригласили вместе с вами генерального прокурора. Впервые за два с половиной года новый генеральный прокурор представит перед Думой свое видение о соблюдении именно законности и правопорядка в стране. Я надеюсь, что идет тщательная подготовка к этому исключительно важному для всех нас выступлению. Мы отправили материалы, в том числе и вопросы. Я на последней встрече с президентом вручил ему целую папку. 106 человек после выборов были профилактированы. Кому дали 10 суток, кому 20, кого оштрафовали на 20 тысяч. А Ингалычу и депутату Московской думы бояли почти 600 тысяч за 4 штрафа. Я считаю, что это финансовый разбой. И надо все сделать для того, чтобы остановить это безобразие. Я полагал, что мне не придется начинать после 7 ноября выступление, связанное с прокуратурой. На 7 ноября общенациональный праздник, когда родилась советская держава, в этот день на Сахалине задержали 6 человек, включая депутатов и первого секретаря. А в Ленинграде, в Питере задержали наших комсомольцев и продержали 30 часов в обезьяннике и в автобусе, доставляя суд только для того, чтобы наказать их. Они пришли возложить цветы к памятникам великой советской эпохи. Я надеюсь, что вы все-таки к нам прислушаетесь, ценив за беззаконие, начинают и дальше брать верх в стране. Президент Кремля призывает к стабильности, к общему делу, к диалогу. А фактически каждый раз мы сталкиваемся с тем произволом, который вернулся к нам из 90-х. Вы мне можете поверить, меня самого 300 раз судили, допрашивали, описывали имущество. Единственное, в Думе, у кого удержали, в том числе и зарплаты, за то, что я как-то сказал на радио, криминал берет верх, особенно распоясал на Донбассе, меня штрафовали на 1 миллион рублей. Пришлось встречаться с президентом для того, чтобы остановить этот произвол. Но на что хотел бы обратить внимание, вот тут некоторые ходят, хотя это вопрос, касается каждого. И до вас дойдет такой произвол, если и дальше он будет продолжаться. Вячеслав Викторович, от вас многое зависит. Я к вам обращался несколько раз не только к председателю, но и к члену государственного совета, члену Совета Безопасности. Обратите внимание, в 90-е годы, я должен вам сказать, еще у многих правоохранителей сохранялась советская совесть и ответственность за соблюдение закона. Когда в 93-м году Ельцин отдал приказ расстреливать Дом Советов, тогда два командира из Вимпела и Альфы отказались выполнять этот приказ. И если бы не они там, была бы жуткая бойня. Они вышли от него и сказали, мои слуги государства, не каратели. И выполнили тот закон, закон безопасности, который обязан выполнять военный человек. Когда здесь, в Думу, в 96-м году, после денонсации Беловежских соглашений, снова ввели войска ночью вместе с собаками и боекомплектом, тогда у некоторых командиров хватило воли дозвониться до меня, а мне пришлось ночью поднимать больших руководителей, которые пришли на коверки Ельцина и сказали, мы не будем вводить чрезвычайное положение, арестовывать по вашему списку 400 человек, мы не будем объявлять гражданскую войну в стране. Ельцин порвал свои три указа, и после этого вывели из Думы войска. Я считаю, что при каждом случае есть политическая воля и ответственность. Вот здесь сидит Крашенинников, он не разделяет мои взгляды. Но когда его тоже Ельцин пригласил себя в кабинет и потребовал запретить КПРФ, он позвонил на следующий день мне и сказал, я его не знал. Я пришел, он говорит, вот есть такой указ, указание. Я говорю, что вы думаете, можно запретить партию таким указом? Я говорю, мы умеем сражаться и в потволье. У нас огромный опыт на сей счет. У нас немало героев, которые грудью закрывали амбазуры. Мы будем защищать трудовой народ, как считаем нужным. Он сказал, я не буду издавать такой указ, но я понимаю, что меня накажут. Его наказали, но он не принял незаконные распоряжения и, в принципе, сделал тем самым весьма доброе дело для безопасности. Мы почти 7 месяцев присидели в конституционном суде, когда из штанов выпрыгивал шахрай, бурбулист, требуя расправы над нами и признать всех, кто состоял в КПСС, участники уголовных преступлений. Зорькину хватило воли и можно выдержать тот дикий напор и преследование. Он тогда принял законное право, и мы снизу восстановили партию. Она живет, работает и будет успешно работать. Но я считаю, что в личном плане хочу в светлой памяти поклониться Кобзона, Говорухина, Бондарева, Распутина, когда меня состряпали дело на 10 лет за то, что я обратился к стране сохранить СССР и быть верным нашему закону, высшему закону, референдуму. Тогда они в полный голос пришли и сказали, у нас немало возможностей выступать, мы не дадим возможности расправы. И, кстати, голос сыграл огромную роль после того, как это дело спустили на тормозах. Сегодня у нас ситуация с вами осложняется. Нас обложили со всех сторон. Нам пытаются угрожать то, что сейчас творится на границе Белоруссии и Польши. Это спецоперация, которая продолжает проводить так называемые запад и натовцы. И если она у них удалась на Украине, тут она срывается. Но обратите внимание, как застонала объединенная Европа и натовцы. Батька своим характером, волей вместе с силовиками оказывается сильнее всего Европейского Союза и НАТО и показывает пример, как надо защищать национально-государственный интерес. Но хочу обратиться к Попову, он теперь депутат, вместе с ее обаятельной супругой. Перестаньте склонять свое Белоруссию. Без Белоруссии у нас нет будущего. Без восстановления нормальных отношений с Украиной мы не будем геополитической крупной державой. Мы не в состоянии решить эти проблемы. Нам надо складывать потенциалы. И нечего каждый день склонять Украину. Она сама оказалась оккупированной нацистами и бандеровцами. Надо защищать народ Украины и бороться против этих мерзавцев. И прежде всего признать Донецкую и Луганскую республику. Уже в этом году оттуда приняли 2000 детей. Уже почти 10 тысяч детей по инициативе Думы при поддержке всех фракций отдыхают у нас и уезжают отсюда настоящими патриотами. Ну а я еще раз с этой трибуны официально обращаюсь к генеральному прокурору Краснову. Вы готовьтесь тщательно. Я передал материалы и документы президенту. Он мне сказал, что он отправил силовым ведомствам, в том числе и вам. Напоминаю, прежде всего по выборам. Что касается Брянской области. Там сидит человек, который украл голоса и не хочет отвечать за это. Месть с супругой уже якобы заработали больше миллиарда. Я не знаю других супруг губернаторов, которые имели бы такие деньги. Давайте разберемся. Я хочу вам напомнить, в том числе и Вячеслав Викторович знает, когда я с этой трибуны сказал, что Дерибасков, Совет, включил в себя иностранцев больше, чем российских. Давайте создадим комиссию, расследуем. Чем закончилось? Меня потащили в суд. И четыре месяца таскали по судам только за то, что я предложил создать комиссию. Дерибаскову и нужно было потом отзывать заявление. Но у нас такого рода куча заявлений сидит по хозяйству Казанкова, по Грудинину, по Сумароку. Лежит целая куча материалов по Бессонову Владимиру. Все материалы есть в прокуратуре. Даны поручения. Мы обязаны при отчете услышать все необходимое. По отчете услышать. Я настаиваю на том, чтобы вы еще раз вернулись с тем 18 законам, по которым каждому пытаются рот заткнуть. У нас Бондаренко выступил. Вчера 1000 рублей ему штраф. 1000 рублей за 19 сентября. И сразу очередную повестку. Два, три материала и пошел под уголовщину. Давайте одну минуту я завершаю. Недопустимо такие вещи делать. Все равно рот твой не заткнете. Все равно бюджет у нас хилый. Все равно страна продолжает вымирать. В прошлом месяце на пять покойников, три новорожденных. Единственная страна в мире. Сидят без конца. Ковид обсуждают. Надо обсуждать первичную медицину. Возможности подготовки кадров. Целый ряд других вопросов. Они лежат у вас на столе. Включая 12 наших законов, а коломейцев положил. Надо обсуждать проблемы поддержки нормального продовольствия и обеспечения. Все это готово. И Кашин, и Харитонов, и коломейцев. Все у вас на столе. Мы без конца сидим, обсуждаем третистепенные вопросы. Но без этих не решить проблему. Ни здоровья, ни социальной справедливости, ни всего остального. Я считаю, что сегодня надо рассмотреть при отчете прокурора вопрос о его полномочиях. И обращаюсь к Краснову. Дайте нам ваши предложения. Какие вам нужны полномочия для того, чтобы в стране восторжествовала законность? Когда создавали советскую прокуратуру, главное было условие. Законность может быть только общероссийская. Ее не может быть Калужской или Казанской. Поэтому мы должны добиваться, чтобы законность касалась всех. И закон, примеры, как он исполняется, показывал прежде всего каждый депутат.